Мир ароматов это удивительнейшее явление, которое, с одной стороны, трудно объяснить логикой, смыслом, а вот животные, кошечки особенно, они читают эту азбуку и всегда находят те растения, которые им очень быстро помогают. Я хотел бы научить самые эффективные композиции масел, которые не только гармонизируют состояние человека, но и очень быстро останавливают развитие вируса гриппа. Исследования выполнялись в Институте педиатрии Академии Цинских наук России, лаборатории цитохимии Академика Нарцисова. Это было удивительным. Человек, как добрый, как ребенок, хотя бы академик, мощнее такая гигантская снециклопаза. Мне повезло с ним дружить и я благодарен за помощь в создании вот таких композиций, которые крайне необходимы в экспедициях. И чего-чего-чего, ни разу в наших экспедициях никто не заболел гриппом. За буквально десятки лет, десять лет, точно, Евгений уже десять лет, хотя бы разочек болели гриппом. По-моему, ни разу. А до нас? Поставил, у меня были проблемы со здоровьем. Вот, то есть, насколько это эффективно работает, и наши все друзья, тысячи друзей благодарны за вот такую композицию, когда иногда мы присылаем, если людям там приходится трудно на Новый год или еще заболели. Это очень быстро все уходит. И я немножко расскажу, что это за масла. Тем более, это уже балийский вариант. Мы исследовали крымские масла. Здесь аналоги, и они тоже очень эффективно работают. Хотя вот и глубина, действительно, иногда мы наблюдаем, что соединение смол, балийский смол с маслами, ощущение где-то более глубоко находится. Ты подтверждаешь это? Да, то есть они на уровень как бы глубинных, каких-то подсознательных. Какие-то подсознательные реакции. Вот, и рядом с нами, как раз сейчас идет, что там? Местный, местный боевой стиль, древний, традиционный, индонезийский пинчак-силат. Буквально за дальше стиль. Культура боевых искусствами не сохранилась, вот первозданность здесь. В ближайшее время мы начнем тренировки, и это тоже очень поможет. Конечно же, второе назначение соединения с балийской смолой, живицы, это быстрое заживление. Буквально это день-два, даже если там серьезные порезы, трим, рабочие следания. Наверное, все затягивается, залечивается, закрывается. Вы подтверждаете это, Евгений? Неоднократно заживлялось, без боли, без крови, все устанавливается и начинает заживать за считанные дни. Вот, итак, конечно, мы вам напишем, что входит в состав этих десяти эфирных масел, которые соединяются со смолой, живицы. Это чайное дерево, ясное, мощнейшее. Это лимонголаз, это лимон, это эмкалипт, шалфель, мускатный, розмарин, очень синий здесь, очень хороший розмарин. Мята, великолепная мята. Лаванда тоже здесь произрастает, и здесь очень хорошая аромат. Чайное дерево, по-моему, да, это чайное дерево. Да, чайное дерево, я уже говорил, оно великолепное здесь чайное дерево. Вот, и, конечно же, здесь есть и чабрец. Чабрец, это вот богородская трава, она как бы гармонизирует в целом все состояние человека, объединение. Если календарь сказал бы так, то богородская трава, все чайное дерево соединяет. Ну, что еще у нас есть? А ты покажи, я сейчас посмотрю. Так, это же, по-моему, лаванда и есть. Это же лаванда и есть. Очень ароматная. Очень ароматная, лаванда, невероятно. Прямо сразу виски освобождаются. Да, и Саша, наверное, и виски, и у тебя есть. Верный чакл, сахар сара. Так, что это у нас еще? Ну, это календова. Ай, какая же календова. Что за непонятный запах такой? Что там написано? Я так и не понял сейчас. Тут все заклеено. Все заклеено, не пойму, но так хорошо. Прям вот как календарь. Кипарис, кипарис. Это же кипарис. Да, местный кипарис тоже. Он по-другому пахнет, кстати. Он даже по-другому. Не так, как в Крыму. А, да, да, да. Более терпкий запах здесь. И кипарис. Ну, кипарис убивает целый класс не только вирусов, и микробов, болезнолитных, но и куберозные паучки, вот, стивилококли. И поэтому вот этот мощнейший набор присоединений со смолом отхранится тысячи лет. И мы еще вот и покрываем вот эти устройства, руны, вот эти татревы, силы. И вот уже идет целая заготовка, руны, которые будут покрываться. И, конечно же, вот это отличие, когда уже все это пропитывается с мулом и просто дерево, это ощущается руками, всей энергетикой. Ну, тик он и сам по себе, это не ротик, неприятен, а когда это уже вот в таком состоянии, это невероятно. И, конечно же, мы еще вот представляем камушек, такой, кристаллический резонатор. Вот все это мастерство, конечно, вы можете обладать и делать это в домашних условиях. Это могут делать дети. Как ты думаешь, у тебя был опыт, чтобы дети что-то уже делали? Вот Артека, это я помню. Да, очень много детей у нас позапрошлом году с нами общалось. В кинопарке «Викинг». Да и вообще с детьми часто общался в Крыму, обучал их чуть-чуть мастерству, вот рукоделию такому, да, вырезать из дерева какие-нибудь символы. Ну, для начала простые, потом уже ребенок подрастает. Иногда бывают одаренные детишки, которые сразу могут что-то посложнее сделать. То есть, в общем, это такое вечное творчество. И они очень быстро воспринимают именно, что такое рона. Роны, да, им нравятся, они любят волшебство. Это их сразу настраивает на то, что они постоянно в этой атмосфере волшебства. Дети, они в ней живут. А в атмосфере волшебства они постоянно в этих пространствах находятся. А что ты можешь рассказать об этой рону? Это рона Ключа, которая как раз открывает семь радужных миров. Это семь пространств, где есть материальные блага. Это вот нашим богатством. И вот этот символ помогает нам эти богатства сохранять, приумножать, привлекать к себе какие-то материальные ценности. И чтобы у нас всегда было благополучие в доме. Да, мы находимся вот в таком удивительном уголке. Здесь школа боевых искусств. Здесь детский центр мощнейший. Дальше свадебный салон именно по традициям. Бар, Индонезии. Это удивительные свадьбы. И вот наш комплекс здесь, он рассчитан здесь на несколько десятков человек. И школа, которую мы здесь открываем, школа рудического планирования, она будет многогранна. В целом спектры человеческих отношений, дипломатии. И вот даже мы решили написать целую книгу. Как будет называться книга? Какая именно? Там несколько я уже. Нет, нет, вот поистите какие отношения, бизнеса, психологии. Ну, найдем название. Название надо придумать, мы вам передадим. Да. Я немножко сейчас... Под вечер немножко задумчивый. Да, дело в том, что у нас уже поздний час. Сейчас 11 с лишним. И как бы мы сами ищем время, чтобы было удобно и по маскире. И нам более-менее, да. Вот. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч.